В Москве стартовала 15-я международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Ежегодные мероприятия традиционно собирают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов России. Ненецкий округ представит 22 участника. Ненецкий народный ансамбль «Маймбова» почти в полном составе принимает участие во Всероссийском фестивале культур «Кочевья Севера», который традиционно проходит в рамках выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Для выступления юные артисты подготовили свои лучшие номера. На этом «Минос» у нас 10 человек. Едем мы, Екатерина Николаевна везет две этнические песни, а у нас семь танцев. Это самые яркие номера из нашей программы, из многолетней. Все-таки 41 год ансамбу, это выбрали мы самые яркие номера. Это, конечно же, зов, всеми любимый зов тундры, танец с янцами, нерпы, северяночка наша любимая, танец молодежный, танец нененця, танец у нас еще, как я вспомню его, молодые лениводы. Мастерская по пошиву одежды и аксессуаров с ненецкими орнаментами на рей, что в переводе означает «весна», открылась в Наринмаре три года назад. На ярмарку «Сокровище Севера» я еду второй раз. Первый раз я там была в самом начале пути в мастерской на рей, это в 2017 году, и поехала я туда даже не в составе делегации Ненецкого округа, а сама по себе. Просто мне было интересно посмотреть, как и что там происходит. В этом году я получила приглашение уже поехать в составе делегации, представить свою мастерскую, свои работы. На выставке-ярмарке Нарей представит не только уже готовые изделия из натуральных тканей с ненецким орнаментом, но и совершенно новую коллекцию одежды, где также отражена символика народов Севера. Мастерская примет участие в нескольких номинациях. Одна из них – лучшая региональная экспозиция. В конкурсе на лучшие экспонаты участвует наш мастер Николай Ивылко. Он подготовил две работы в двух номинациях. Это «Резьба по дереву» и «Резьба по ронгу и кости». Тематика двух конкурсов мы с Николаем решили объединить и назвали «Дочь ворона». Это вторая работа, которая будет представлена в номинации касторезных изделий. Называется она «Камлания шамана». Всего в этом году на выставку от Ненецкого округа отправились 22 представителя. Кроме дефиле в этнических костюмах, концертной программы и презентации авторских работ, на выставке представлены экологически чистые продукты из северных регионов, а также дегустация национальных блюд. Выставка-ярмарка «Сокровища севера мастера и художники России» организована компанией «Абориген-экспо-тур» и пройдет в рамках празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Юбилей отмечают в рамках форума «Сокровища севера». От нашего округа есть большая делегация, мастера. Это что же показать? За 30 лет мы пришли вот такому. Будет торжественное чествование наших ветеранов. И самое главное, конечно, будет то, что мы просто многие очень долго не виделись. Начиная от Чукотки, кончая Мурманской областью. Будет деловая часть. На протяжении 30 лет Ассоциация стоит на защите прав и интересов коренного населения. Это, конечно, поддержка лиц, в первую очередь ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Это вопросы оленеводства, взаимодействия с нашими региональными властями, с исполнительной властью, с законодательной властью. Это участие в различных мероприятиях по обсуждению предложений в различные наши нормативные права в акты на территории субъекта. Ну и, конечно же, это непосредственная связь с населением нашего округа, в том числе через структурное отделение, выезды на территорию. Делегация Ненецкого округа отправилась на выставку в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера». Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.